Добрый вечер. В эфире 12 канала программа «Жизнь большого города». Гость студии мэр Омска Сергей Шелест. Сергей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, если считать с момента выборов, которые в середине декабря, то вы уже в статусе мэра три месяца. Вы уже освоились в новом кабинете, в новом кресле, в новом статусе? В новом кабинете, в новом статусе, я думаю, что с момента начала работы я сразу же вошел в курс дела и приступил к работе. На самом деле, в непростой очень период пришли в мэрию. Сезон, разгар зимы. У нас всегда снег, у нас всегда заметает, у нас всегда надо улицы убирать. На ваш взгляд, насколько удалось быстро вникнуть во всю эту специфику? И как вы сами оцениваете, как прошел вот этот зимний сезон? Ну, зимний сезон у нас еще пока находится в пути, так скажем, потому как где-то в середине апреля у нас завершение в Западной Сибири зимнего времени. В целом, зима такая выпалась достаточно не сильно снежной, я бы сказал, относительно даже прошлого года. Ну, это и повлияло на то, что глубина промерзания грунта зато несколько больше, чем обычно. Я бы отметил, что спокойно у нас проходит зимний период. Те отключения, которые есть на сетях, как теплоснабжения, так и водоснабжения горячего, холодного и водоотведения, они, как правило, не превышают нормативные сроки. То есть таких резких аварий у нас, слава богу, пока все нормально идет, не случается. Надеюсь, что мы дальше протянем этот сезон и далее уже к летнему периоду начнем новые ремонтные кампании. А улицы как убирались? Вы ездили по улицам уже из окна служебной машины. Довольны? Для того, чтобы быть довольным, конечно, здесь надо. У нас на сегодня 28% всего ДХБ имеет техники от потребности. То есть 684 единицы техники у нас есть с износом 88,5%. Поэтому то, что работает, оно используется, как правило, на все свои 100%. И сейчас, вы знаете, у нас новый руководитель пришел, Галина Максимовна, Зорнаджан. Достаточно много уже сделано шагов в части оптимизации и эффективности того, что у нас существует. Мы в этом году закупаем 28 единиц, порядка 120 миллионов рублей. Первые шаги делаем. Уже просчитали на еще порядка 60 единиц приобретения новой техники в лизинг. Хотим применять опыт других городов, в том числе и Москвы, когда каскадным способом уборки проводить. Но сейчас в связи с изменением ключевой ставки у нас есть некоторая такая остановка, тормоз. Посмотрим, как дальше будет ситуация развиваться. Но в целом есть хорошие у нас идеи. Кстати, про снег вы говорили. Мы сейчас прорабатываем вопрос постройки снегоплавельных станций, для того, чтобы уменьшить плечо вывоза из города снега и обеспечить сразу его утилизацию. Такая же практика существует у нас также и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Мы ее изучали, посмотрели и аплодируем в Омске, что она имеет право на жизнь. Вы затронули как раз тему денег. На выходных вы устроили себе рабочий день, рабочую поездку. На всех страницах, во всех соцсетях отметили, что предстоит очень много работы. И все СМИ сразу же заговорили, что мэр Шелест думает, где взять денег. Где взять денег, где взять денег? Где взять денег? Поскольку вы сами сейчас говорили, у нас и техника требует обновления, и новые какие-то проекты тоже. Ну здесь такая тема очень сложная, насчет где взять денег. Но есть определенные мысли, мысли, наработки. И я должен сказать, что за последние годы с приходом Александра Ильича Буркова бюджет города значительно улучшился. Но тем не менее, если посмотреть соотношение в других городах миллионников, то мы проигрываем по обеспеченности бюджетной. Значит, есть определенные наработки и поставленные задачи и департаменту имущественных отношений, и главам округов в части наполняемости бюджета города Омска. Здесь по многим направлениям сейчас идет работа. Ну и, наверное, мы думаем все же работать совместно с правительством Омской области в части обращения к софинансированию по национальным проектам, привлечению в первую очередь федеральных средств. Потому что бюджет области, он тоже достаточно такой напряженный, я бы сказал. Раз заговорили про национальные проекты на 2022 год, на самом деле, очень много было запланировано и по благоустройству, и по каким-то там возведению школ, детских садов. В связи с нынешней экономической очень простой ситуацией, все эти планы остались или все-таки где-то придется что-то откладывать? Нет, все планы, которые были намечены и стоят у нас на 2022, последующие 2023-2024 годы, они остаются в приоритете, потому как уже и федерация, и областной бюджет, и городской бюджет, доли софинансирования все предусмотрели. Я надеюсь, что не будет никаких резких движений в сторону сокращения. Губернатор также подтвердил. Единственное, что если в случае увеличения стоимости каких-то материалов, там будут соответствующие документы готовиться в части также увеличения софинансирования. Возвращаясь снова к городским улицам, про зиму поговорили. У нас сейчас весна уже, как обычно, снег начнет таять, и готов город как раз вот к паводку. Угу. Готов город к паводку. Городков? В 233 территории мы определили те, которые потенциально могут быть затопленными. И уже начиная с конца января мы начали проводить работу по, в первую очередь, вывозу снега с этих территорий. И 231 из этих территорий уже, по большому счету, освобождены. Даже если сейчас пройдут какие-то большие осадки, мы не видим особых сложностей. Техника вся готова. 154 единицы у нас будут задействованы на именно противопадковых мероприятиях. Значит, параллельно идет очистка и водоперепускных труб, и канализация ливневой, и канавы всевозможные расчищаются. То есть, там я не вижу никаких сложностей. Ну, у нас обычно, знаете, как всегда, особенно жители частного сектора предупреждают, готовьтесь к паводку, убирайте, вывозите снег, чистите ливневки. И все равно, несмотря ни на что, обязательно в частном секторе кого-нибудь затопит. Город готов всем помочь? Куда, во-первых, обращаться людям? И готов ли город помочь всем, даже тем, кто, ну, скажем так, по собственной вине начнет тадуть? Конечно, любой нормальный хозяин заботится о том, чтобы эти природные явления его никаким образом не затронули. Значит, администрация со своей стороны также предоставляет бесплатные талоны на вывоз снега. Там и 10, и 5, и по 3 куба. Все, кто в состоянии, они, конечно, этим воспользовались. Но есть же у нас еще и пожилые люди, есть у нас еще и инвалиды первой и второй группы, есть у нас еще и ветераны, многодетные семьи, те, которым, безусловно, город будет помогать. И заявки они всегда могут оформлять как через свои округа, так и напрямую через ОДХБ, так и напрямую через центральную диспетчерскую службу города Омск. Ни одна заявка у нас не останется в стороне. И, конечно, если тем более будет ситуация, связанная с реальным потоплением, все, что от нас зависит, мы будем делать. Даже если сами виноваты и не вычистили снег, и при этом не относились к льготным категориям. Ну, а нам куда делаться? Смотрите, следующий сезон после паводка, это будет субботник, ну, традиционно весна. На самом деле, в последние годы у людей несколько энтузиазма-то поубавилось, хотя их призывают, постоянно приходите. Надо заботиться о своем городе, чисто не там, где, скажем так, убирают, а там, где не мусорят. Ну, люди очень часто жалуются, ну, какой смысл нам выходить, если все равно потом вот эти вот мешки с мусором потом будут стоять по обочине, и они не будут вывозиться. Вот с этой проблемой как-то, с этим вопросом уже обсуждали его. Будет транспорт, на самом деле будет ли, чтобы вывезти весь этот мусор? Конечно, обсуждали, и будем обсуждать, и будем решать эти вопросы по мере их поступления. То есть, какая-то работа, которая не будет иметь конечного результата, она производиться не должна. Если мусор убрали, соответственно, он должен быть весь вывезен и либо сдан, либо утилизирован каким-то образом. Поэтому здесь надеюсь на четкую работу своей команды, как УДХБ, так и округов города Омска. Я пока не вижу здесь тоже каких-то сложностей. Давайте в целом поговорим о городском хозяйстве. Вот на ваш взгляд, вот вы уже посмотрели, освоились там, что сейчас городу прежде всего нужно, что больше всего не хватает? Что не хватает амичам? Угу. Мы на эту тему можем несколько дней разговаривать, если так уж честно сказать. Если вкратце. Если вкратце. Так все плохо, нам надо долго говорить о том, что городу не хватает. Я не скажу, что все плохо, все относительно. Вот мы с вами, допустим, для примера обсудили тему с управлением дорожного хозяйства и благоустройства, да? То есть, вот вам одна из первых проблем, которая лежит на городе. Конечно, всех интересует своевременная и качественная уборка, как и от снега, так и вот эти противопалки, так и озеленение. Для этого необходимо вкладывать серьезные средства и иметь серьезную технику для того, чтобы качественно все это делать. И город вот именно в належащем виде был. Значит, мы, безусловно, будем двигаться. И достаточно много средств у нас запланировано, в том числе и на озеленение, и на развитие парков, скверов. Но хотелось бы еще обратиться к жителям, чтобы все то, что мы вместе с вами создаем, чтобы это эксплуатировалось бережно. Потому что, вот я, допустим, наблюдаю, ехал сегодня, стоят мусорные контейнеры по дороге. И там в 20-30 метрах бросают мешки с мусором, пакеты с мусором, да? Вот где я живу, к примеру, я, как только снег сходит, с мешками из-под мусора хожу и собираю всевозможные бутылки. Вы сами ходите? Я сам хожу, а кто же мне будет ходить? Ну, все, что от дороги до моего забора, я хожу, у меня достаточно серьезная там территория. Ну, это Омский район. Это из года в год, в год, там, порядка трех мешков больших, черных, я всегда набираю мусору и отношу потом на контейнеры мусорные. Вот это все отношение такое со стороны наших же жителей. Если вспомнить прошлое, допустим, место моей жизни, химиков 38, прекрасный кондоминиум. Светлана, когда пришла руководителям, посадили цветы, посадили деревья, посадили траву, все классно, красиво. Но при этом стоят, у нас там 10-этажный дом, допустим, выходят на балкон и бычки постоянно кидают вниз. Вот это опять-таки отношения, которые такое большое, хорошее начинание и дело для всех, они сводят это на ноль определенные категории наших жителей. Здесь какая-то должна быть все же система, не знаю, общественного порицания там либо... Откуда вообще такая культура или отсутствие такой культуры берется? То есть, на ваш взгляд, это вот отсутствие ощущения, что это твой город, это твой дом у людей? Ну, конечно, во-первых, у всех должно быть одно и то же понимание. Место, где ты проживаешь, этот твой дом не только, он касается за дверьми твоей квартиры, не только даже подъезд, а и все, что касается территории общедомовой, допустим. Да, именно тогда с таким отношением, вот я вспоминаю, когда рос в юношеские годы, так скажем, да, у нас же никогда не стоял вопрос о том, чтобы кто-то пришел, какая-то администрация, вот в пятиэтажные дома во дворах стояли, кто-то пришел и посадил нам деревья, допустим, да, а потом еще поливал и следил за ними. Всегда жители домов выходили на те же субботники, уж деревья и цветы всегда садили сами и их выращивали, за ними следили. Ну, и там, конечно, не дай бог, кто-то выйдет. Ну, немножко время другое было, все друг друга знали в лицо, все знали, чей это ребенок, допустим, если вышел во двор и, не дай бог, начнет обломать либо наступать там на те же цветы, к примеру. А сейчас как-то отношения между людьми ушли в такую, на дальнюю дистанцию. Иной раз даже в подъезде, кто живет, даже на площадке не всегда знают друг друга хорошо. Поэтому дворы надо, конечно, нам приводить в такое хозяйское отношение, в состоянии, чтобы люди, которые там проживают, также следили за всем, что там есть. И мы готовы, администрация города, и сейчас есть программы, по которым будет софинансирование и детских площадок, и спортивных площадок, но при условии, что мы прорабатываем механизм для того, чтобы, если мы поставили в управляющей компании там определенное, то, соответственно, либо там дори софинансирование у нас с ними было, чтобы была какая-то ответственность и не было отношения это как к чему-то чужеродному, то, что не свое. Ну, на самом деле, вы затронули тему дворов. Это для Омска тема важная и в то же время достаточно болезненная. Все крупные проекты, по нацпроектам, это благоустройство территорий, общественных пространств, новые скверы, это все замечательно. Но ведь город-то начинается со двора, и людям очень важно не просто где-то пойти погулять в красивом общественном месте, сквере, парке. До этого парка еще нужно дойти, дойти до магазина, дойти до школы. Вот все-таки можно подробнее немножко в планах именно благоустройства города, скажем так, вот вроде такие вот незаметные маленькие пятачки, но очень важные для каждого. Конечно, мы не забываем о том, чтобы нам участвовать в комфортной среде и во дворах, и 536 миллионов рублей, насколько я помню, у нас по проекту на формирование комфортной городской среды запланировано. И здесь есть такие мероприятия, как и общедворовые проезды, и освещение дворовое, и подъезды к школам, соответственно, ну и скамейки, урны, все, что касается микротерриторий также. Это все запланировано, и мы сейчас ведем в настоящее время и отбор, часть уже прошли по подрядчикам, которые будут. И я думаю, что в этом году у нас период там с 15 апреля начинается до 1 сентября. Основные виды работ вот в этой части будут произведены. Опять заговорили о деньгах, вы упомянули, сколько потребуется на это все финансов. В связи со сложными экономическими непростые, опять же, ситуации, не планируете, может быть, привлекать к благоустройству города какие-то коммерческие организации, может быть, какие-то крупные предприятия, как это было когда-то. Такая тоже интересная тема. Мы встречались с Ассоциацией промышленных предприятий и определили, что мы будем взаимодействовать в развитии, рядом с нахождением этих предприятий, парковых зон, скверов, и в каких-то совместных проектах по привлечению от их участия. Это раз. И второе направление – это шефство в школах, детских садах. Ну, я бы даже сказал, что не шефство. Мы больше сейчас склоняемся к меценатству, чтобы была какая-то поддержка именно профильных учебных заведений для того, чтобы, понятно, бюджет города Омска, он достаточно дефицитный, а задачи, которые стоят и по школам, и по детсадам, и по школам, которые у нас в области искусства, допустим, достаточно много есть нерешенных проблем. – Меценатство – очень такое старинное, какое-то основательное слово, связанное ассоциацией с купечеством. Почему не спонсорство? Почему именно меценатство вы употребили? – Ну, слово «спонсорство» по значению, наверное, примерно такое же, как и меценатство, но история происхождения слова не больше. Оно как-то напоминает вот эти наши 90-е годы. – Это спонсорство? – Да, спонсорство. – А вот меценатство – это больше исторические какие-то российские традиции, я бы сказал. Те, которые надо возобновлять, те, которые даже в древолюционной России у нас очень сильно были развиты. И есть хорошие примеры в современной России. Я всегда привожу пример, допустим, города Краснодара, там, где у нас построена полностью и школа футбольная, молодежная, стадион огромный и парк. – Наверное, туда большие идут вливания. На самом деле город сейчас развивается, туда многие переселяются. Омск в этом плане, он получается, скажем так, в Сибири, далековато. Будут те желающие, которые придут и скажут, ой, мы готовы вложиться в наш город. Возьмите наши деньги, Сергей Николаевич. – У меня есть убеждение, что такие люди должны появиться в ближайшее время. Потому как, если посмотреть на развитие событий в последний месяц, то, наверное, должно уже у всех как-то, кто зарабатывает достаточно серьезные деньги, сработать некий механизм понимания о том, что вывод денег из страны – это неправильно. Значит, есть другие ценности в жизни и должны быть другие приоритеты. Не надо стремиться попадать в список Форбс, не надо выводить все деньги в зарубежные страны, а надо заниматься развитием именно в России, как предприятий, так и социальной сферы помогать. Потому как это наш общий дом и наши задачи, чтобы наши дети, наши старики и вообще в целом россияне жили достойно. События последнего месяца действительно очень непростые. И, естественно, люди в связи с этим волнуются, что будет с тарифами. Я уже про наших обычных людей. Понятное дело, что все равно утверждает их РЭК, но все равно с подачей муниципалитета. Уже есть информация о том, что кто-то говорит, что у нас тут шины подорожали, кто-то говорит, что у нас строим материалы подорожали. Все-таки что будет с тарифами и есть ли повод для беспокойства о мечей, по крайней мере, вот сейчас, в ближайшее время. Беспокоиться не надо. Значит, тарифы... Вы имеете в виду за проезд, наверное, тарифы больше? Ну, наверное, обычно, в первую очередь, естественно, людей интересуют, что проезд и коммуналка. Значит, ну, экономически обоснованные тарифы, они достаточно давно уже достаточно высоко находятся. Бюджет города Омска, он компенсирует разницу между действующим тарифом и экономически обоснованным в РЭКе, который защищен. Значит, никаких не планируется увеличений тарифа для жителей города Омска. Он уже порядка более трех лет действует, там, 25 и 30 у нас, в зависимости от того, какой способ оплаты. Значит, в этой части должно быть все хорошо. Это раз. Мы как раз проводили вот недавно балансовые комиссии по нашим автотранспортным предприятиям, по электрическому транспорту и поставили задачи в том, чтобы увеличивать пассажиропоток, который будет перевезен на автобусах и троллейбусах в большой вместимости наших муниципальных и необходимо приступить к тому, чтобы маршрутная сеть, существующая, она была оптимальной и удобной для жителей города Омска. Значит, мы планируем, где-то у нас по плану идет к осени, разработка оптимальной сети и перемещение, наверное, на какие-то маршруты именно маршруток, тех, которых сейчас очень много в городе Омске. И дальше должна быть стыковка между маршрутами муниципальными и те, которые будут в частном порядке перевозить пассажиров для того, чтобы человек из любого конца города мог спрогнозировать, спланировать свою поездку за ту сумму и в то время, в которое ему необходимо. И сейчас изучаем опыт других городов, которые есть. Значит, на этой неделе, буквально завтра еще, будем смотреть Екатеринбург, что, как там устроена эта сеть. Есть еще несколько наработок по определенным региональным центрам Российской Федерации. Я думаю, велосипед изобретать-то не будем на новом месте, а будем брать где-то какие-то решения готовы с учетом нашей специфики. Одно из ваших самых, наверное, громких заявлений в статусе мэра – это то, что вы собираетесь застраивать центр Омска, где частный сектор находится. Есть какие-то планы, может быть, более подробные уже? Вопрос такой очень серьезный, и он с большой идет, история из прошлых лет. Также пытались неоднократно уже этим заниматься. На сегодня мы определили, что мы создаем рабочую группу, куда входят департаменты администрации города, представители депутатов и, наверное, основные застройщики, те, которые у нас есть в городе Омске. Есть у нас уже потенциально две компании, которые готовы заниматься этой проблемой. Много очень нюансов, много очень подводных камней, и в законодательстве в том числе. Поэтому вопрос непростой, но двигаться надо, и заниматься этим надо. Постепенно, я думаю, мы начнем там пилотные какие-то кварталы выбирать, отрабатывать. Ну, люди-то в частном секторе уже забеспокоились, наверное. Да не надо беспокоиться. Для них в любом случае будет улучшение условий, те, которые они сейчас имеют. Каким вы вообще видите Омск? Что для вас Омск, какой Омск, по-вашему, должен быть комфортный для жизни? Вот что у вас за основа, может быть, за тот идеал, какой-то эталон? И каким он должен стать, чтобы вы сами себе сказали, молодец, Сергей Николаевич, хорошо поработал. Ну, в моем понимании, у Омска есть свое лицо, и есть своя уже сложившаяся архитектура, облик. Я думаю, что должно быть достаточно много зелени, во-первых. Потому что у нас город такой сибирский, климат, с одной стороны, солнца много, с другой стороны, погодные условия, и ветер, он дает о себе знать. Поэтому чем больше будет нормальных, хороших зеленых насаждений, тем город будет больше комфортнее, комфортным таким и удобным для проживания. Конечно, это и пешеходные должны быть зоны, и в рамках доступности от всех дворовых территорий надо делать какие-то скверы, парки. Потому как в любой город, как конец города, наш округ, любой поедем, мы сейчас с вами, если отсюда, то картина складывается такая, что очень много бурьяна, очень много, ну, просто впечатление такое, что на Царине построили где-то дома, та же самая, Рябиновка. Ну, вот, новый детский сад ввели буквально три недели назад, две, значит, губернатором. А в целом, если посмотреть на ландшафт, который, стоят новые дома построенные, и кое-где там саженцы небольшие, а по большому счету территория не обжитая. Это касается любого, еще раз повторяю, района, куда бы мы с вами не поехали. Очень много частного сектора, достаточно не в таком состоянии, как вот если мы в Тюмень посмотрим, к примеру, там тоже достаточно есть количество частного сектора, но все проезды асфальтированы, все подъезды, пешеходные тротуары стоят достаточно новые. Ну, бюджеты разные, будем стараться так же выравнивать ситуацию. Вы довольны вот этими тремя месяцами своей работы? То, как вы поработали? Это вообще интересный вопрос. Ну, а как? Не то, что я доволен или недоволен. Я бы сказал, что есть некий дефицит времени общения со своей семьей. Я бы так вырослась. Ну, на сегодня я бы отметил, из основных таких решений, которые удалось уже сделать, это то, что мы практически определились с кадровой составляющей, как в администрации города, в округах, так и сейчас на основных предприятиях. Установили им задачи, те, которые понятны и те, которые оцифрованы, и они должны их решать, ну, так называемые кипаи, да, для директоров департаментов, для заместителей мэра, для руководителей округов, точно так же для руководителей предприятий. Эти же параметры сводим. И цель всех этих действий, чтобы каждый день жители Омска видели, пусть небольшие, но какие-то улучшения в качестве городской среды, допустим, и это уже бы вызывало какое-то такое хорошее позитивное настроение, как минимум. Спасибо вам большое. Надеемся еще на встречу с вами в этой студии и на то, что будут поводы обсудить только хорошие изменения в Омске. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое.